приветствую вас дорогие сочувствующие на канале двс сегодня будем устанавливать расширители арок на квадроцикл polaris 800 вот сейчас вам продемонстрирую своего коня камеру только переключу на него чтобы было видно хорошо вот такой вот аппаратик старичок уже 2008 года съемка с телефона пробное видео ребят первый раз снимаю на канал себе вот такой вот парень вот такая вот висит лента резиновая покупалась в магазине ширина сколько тут шесть по моему с половиной 65 миллиметров 6 половиной сантиметров не знаю больше не стоит по крайней мере для меня меня такого же так далеко колеса не выходит можно посмотреть принципе шина будет прятаться за него только у меня мысль такая вот обрезать их ребят или блин запустить прямо на подножку засунуть в принципе она садится неплохо вот длины на вторую сторону тоже должно хватить вот и как говорится дилемма надо она снизу тут пускать эти полосу или не надо или отрезать как все сделать только арки прикрыть но хотя при движении у меня все время забрасывает передним колесом вот эту вот часть вот здесь все постоянно извините в какахах и сам постоянно едешь бросает он смотрите куда летит добро видите такая ситуация думаю наверное обрезать я всегда успею если что этот кусок вырезать если мне не понравится а вот нарастить наверное вряд ли так что будем потихоньку наверное собирать я вот тут отдел по-быстрому в принципе задевается он легко тут в резинке вот такой вот пас кому-то будет может интересно смотрите видите и он просто вот раз его сюда надевается потом как говорится обрезать по вкусу может так его под углом ведь обрезать для красоты что называется с ними вот такой крепеж шоу целая куча болтиков и гаечек шайбочек принципе гаечки с этим с пластиковой втулкой внутри вот они откручиваться не должно и вот такая вот штука еще к ним ушла сейчас покажу вот проволока ее нужно она кстати интересная на не сказать чтоб столистая очень нам гнется рукой пальцем видите гнется легко можно в общем форму любую любую форму сделать ну что приступаем к процессу как говорится потом продемонстрирую что тут дальше будет получаться и как может столкнуть с каким-нибудь мелкими проблемами по установке вот мне интересно только сейчас надо будет обрезать по размеру вот здесь отрезать лишнее и потом вставлять в эту пас проволоку вот она засовывается вот сюда вот сюда вот эти такая дырочка есть и в нее вставляется эта проволока буду пробовать я думаю что если установлю то я уже туда и не засуну на изгибе будет она упираться в резину я думаю не пролезет дальше так что по ходу жизни подсниму еще вот такой вот аппаратик все как говорится начнем процесс по установке продолжим потом вот ребята первые проблемы первые проблемы в том что мы вот смотрим до вставляем эту проволоку сюда она не лезет будем что использовать будем брать смазку для крестовин вот эту вот на пальчик и берем будем смазывать и пробовать совать как говорится посмотрим что получится если будет лезть легко включить еще начинаем да пошло намного легче на самом деле но смотрите вот тут где проволока идет вот она вот здесь внутри из-за того что гнутая лента внутрь проволока сейчас чуть-чуть она идет 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 идея вышла да вот она вышла и вот здесь вот из-за того что гнутая проволока вот это она все равно в духу собрана как я вам показывал она в общем из-за того что она гнутая начинает пробивать дырки в этой ленте и вот отсюда в одном месте она уже хотела выскочить но в принципе со смазкой как говорится нож лучше тогда она же лучше ну вроде получилось продолжаем но включение так ну вроде неплохо получилось по крайней мере села все лента особо не мешало которая смысле лента не так говорю проволока которую в ленту вставил не мешало и вроде ничего так садилась по потяжелее чем без нее надо будет откусить этот лишнее убрать чтобы брюки не рвать потом внизу как-то конечно не очень красиво а лишь нужно немножечко ведь она даже с проволокой с этой она как бы более-менее садится есть тут конечно горбы но тут где на защиту думал болтик поставить собачью четенько ну будем пробовать крепить сейчас пойдем померим 2 а то мало ли хотя уже чего уже поздно уже же отпилил уже же выжжешь мы же продолжаем включаемся еще раз отдел пока без проволоки вот так получается и смотрите на polaris который туринг у меня он двухместный заводах что называется 6 метровый лента еще остается после я потом точнее вам скажу сука осталось когда отрежу кусок но кусок еще довольно прилично я думаю как минимум метр а может быть и больше останется еще кусочек может для чего-нибудь он как говорится пригодится продолжаем да она дело проблем с 1 справился все называется за 5 минут со второй блин хорошо если за 40 в чем прикол а прикол в том что как говорится сначала же сказал что надо намазать проволоку солидолом там и не знаю смазкой консистентные чем кто там то что придумает пофигу ну и что сделал я думаю ну ладно первая зашла фигня намажу до половины но только мазать надо не сразу проволоку а мазать надо ее по мере продвижения в резинке и в конце концов оставалось 30 ну ладно 30 полметра этой проволоки вставить в эту ленту блин она перестала лезть я зажав проволоку в тиски тащил уже ленту зажав проволоку в тиски по ленту по проволоке все равно науперлась и все сопротивление резины жесткая просто получилось ну что здесь помочившись минут 20 вытащил нахрен все это дело оттуда намазал блин таки как положено и с продвижением все время мазать все проволока зашла за минуту может за полторы потом же для ускорения процесса надо было мне дернув меня как говорится одно дело за одно место я отрезал проволоку ну сразу по месту ну все отрезал там чтоб она внутрь завалилась не торчало нигде все было хорошо спереди и сзади а потом стал ставить на подкрылок мало что она эта часть такая еще на видимо новое не ставил только два раза и пока примере потом отрезал опять ставить это проволока блин выехала сантиметров на 5 на 6 тут соответственно было пусто проволок так она вот сейчас вот здесь она оказалась вот здесь конец проволоки эта фигня там короче ну не по феншую а с этой стороны она начала торчать потому что это та сторона самая последняя защелкнулась на крыло и она где-то примерно но вот так вылезла думаю фигня запихну ага здрасте запихнешь что и гляди когда она уже установлена когда подкрылок стоит вот такой такой момент ты уже хрен что запихнешь все привет но потом пришлось опять демонтировать этот подкрылок весь снять проволоку блин затолкать туда поглубже как-то долезть не хочет хоть и вроде и просто все ну затолкнул и по новой сестре ну в результате 40 минут на вторую резинку блин ушло ну что ты сделаешь вот так не выключайтесь как говорится продолжаем так разметился через 15 сантиметров получилось у меня 16 отверстий будет плюс-минус через одно расстояние практически ну чтоб они же блестящие болтики вот чтобы было красиво и потому что будет видно что ни на одном расстоянии ну как говорится шоу же перфекционизм хотя можно было и родные подкрылки купить конечно на него но они извините в четыре раза дороже чем резиновые а эффект в принципе тот же я думаю будет неплохо ну что одна сторона готова по времени ребята час ушло со всеми делами не меньше приступаем к 2 ну вот и закончил работу со второй получилось быстрее принципе как говорится лёлик но это же не эстетично зато дешево надежно и практично вот так у меня получилось вот так болтики не знаю может не надо было так сильно зажимать можно отпустить но в конце то наверное надо мало что не оторвалось это одна сторона да вот такой вот кусочек остался вот так метр двадцать пять шестиметровый на polaris touring который вот и название это двухместный квадроцикл про кофр потом следующем видосе пока вот такая вот работа получилось потратил я ну блин часа три наверное точно со всеми примерками и делами подписывайтесь ребята на канал будет много видосов не я не делаю только квадроцикл не только о нем будет будет вообще о жизни как говорится как живем чем мастерим что делаем много есть еще чего показать много чего еще будет делаться много чего сделано обзоры сделаю на своей я рыбак но не охотник подравись что связано с техникой двс название канала не просто так все что связано с техникой занимаюсь нравится все спасибо за внимание